Эксперт Уикенд Комментарии топ-спикеров на актуальные темы с Артёмом Остапенко Всем привет, это Эксперт Уикенд, я Артём Остапенко и с нами сегодня Леонид Радзиховский. Давайте поговорим о Беларуси. Как вам кажется, захлебнулся ли протест в Беларуси? Ну, мне кажется, что протест, как организованный протест, не то, что захлебнулся, его и не было. Бессмысленность госпожи Тихановской проявилась в полном объёме в её безумном, надо сказать, правда, ультиматуме. На что она надеялась? Чтобы всякая организация по одному её слову, не имея ни денег, ни стачкомов, ничего, студенты, рабочие, бизнесмены, началась густовать. Ну, это просто безумный пиар ни о чём. Но она сильно потеряла после этого ультиматума в своём рейтинге, назовём так. Ну, естественно, если человек говорит, объявляю ультиматум, и не происходит вообще ничего. То он себя обнулил, ну, ультиматум она объявила исключительно самой себе, она этот ультиматум объявила, она этот ультиматум проиграла. Вот, но Тихановская изначально, как она сама говорила, домрабо... Ну, да, домохозяйка и домохозяйка. Вот, поэтому о Тихановской речи нет. Ну, а кроме всё-таки, это ведь процесс какой-то, вот куда он, на ваш взгляд, зайдёт? А процесс продолжается и будет продолжаться. Вопреки дезорганизаторам, организаторов там нет, есть дезорганизаторы. Господа Тихановская компания. Вопреки дезорганизаторам процесс будет продолжаться. Просто потому, что люди не хотят, чтобы их изнасиловали публично. Лукашенко публично изнасиловал не всю Белоруссию, разумеется. У него был рейтинг отнюдь не 3%, и даже не 33%. Я думаю, у него рейтинг был под 50% реальный. Под 50% либо за 50%. Ну, вот в этом районе, я думаю, был его реальный рейтинг. Но он изнасиловал страну. Он ей грубо врал, грубо, очевидно, лгал. Он демонстрировал презрение к огромной части населения. Бессмысленные угрозы, бессмысленное бегание с автоматом. Он выглядел как полный идиот. Каковым он, к слову сказать, и является. При столкновении с реальностью, этот надутый индюк стал испускать непристойный звук. За душой у него нет ничего. Пшик. Пустота. Его спасает только Тихановская компания. Как говорится, за отсутствием соперников победа присуждается. Вот. Но соперников-то нет. А унижение, насилие, издевательство, это-то все есть. Людей это оскорбляет. Это превратилось уже в вид спорта. И они не хотят уступать. Поэтому у Лукашенко есть два врага. Один враг – это общество, ну, по крайней мере, активная часть общества Белоруссии. Его сторонников, я думаю, за это время стало значительно меньше. Ну, допустим, их процентов 25-30. Но это рассеянные по Белоруссии люди, крестьяне, пенсионеры, люди пассивные, которые точно так же, как подчиняются Лукашенко, подчинятся любой власти. Вот. А активная часть общества, безусловно, на 90-95 процентов против него. Таким образом, первый его враг – это активная часть общества, ее раздражение, ее напряжение. Ну, а второй враг – он сам. Нервишки шалят. И он, значит, делает глупость за глупостью. Он, например, объявил, что будет студентов забревать в армию. Умный это поступок? Нет, это не умный поступок. Настроить против себя все студенческое сообщество теперь, да, получается? Ну, естественно, это… Во-первых, ты бесишь студентов. Просто бесишь. А во-вторых, после того, как ты их сбесишь, ты их отправишь в армию и дашь им автомат. Умный это поступок? Нет, это не умный поступок. Он объявил, что будет закрывать те бизнесы, которые поддержали забастов. Умный это поступок? Нет, это не умный поступок. Он ведет себя в стиле Трампа. Раскалывать, раскалывать, раскалывать. И только в условиях раскола я себя чувствую хорошо. Моему заду хорошо только между двумя стульями. Очень хорошо. Хорошо. Но Трамп был абсолютно легитимно избранный президент, в легитимности избрания которого не сомневался никто, включая Демшизу. Никто. Лукашенко сам себя назначивший псевдодиктатор. Потому что от настоящего диктатора его отделяют горы, трупов, реки, крови, которые он никогда не прольет и никогда не навалит. Сам себя назначивший псевдодиктатор, который вздыбил усы и вообразил, что если у тебя есть усы, то ты Сталин и Гитлер в одном флаконе. Нет, и не Сталин, и не Гитлер, просто дура. Как вы думаете, сколько еще может длиться вот такой вялый протест? Какие формы он будет приобретать? Может быть, он будет не вялым, а наоборот, снова активным. Сколько это может длиться? В каких формах и какой финал все-таки будет? Как уйдет Лукашенко? Это зависит от крепости Иванирова. Если бы у него хватило сил себя взять в руки, перестать мстить, перестать изображать страшную месть своему народу. Лечь на брюхо и долго-долго ползти на этом брюхе в Москву, а не получится в Москву, то в Пекин. И продать все, что есть в Беларуси. Вкусного. Там немного вкусного, но кое-что вкусное есть. И получить за это дело деньги. Просто так, на халяву, ему денег не даст уже никто. Вы имеете в виду фактически приватизацию устроить? Ну, естественно, приватизация в карман Тимченко или в карман каких-то китайских компаний. Получить деньги. И успокоив народ, перестав бесноваться, перестав орать, перестав угрожать, перестав оскорблять. Этот народ подкармливать. Ну, а, естественно, при этом, держа порох сухим и держа полицию наготове. Наготове, но не бросая ее колотить всех подряд. Если бы он мог все это сделать, то он мог бы держаться сколько его души угодно. Но пока деньги не кончат. Но похоже, что ни по первой, ни по второй позиции ему трудно себя обломать. Трудно. Денег у него нет. Россия ему не дала ни копейки. Вопреки популярной мантре он не получил ни одной копейки. Ему просто реструктурировали долг, который уже есть. Реструктурировали по той причине, что он так и так его не отдав. Он мог объявить дефолты, а могли провести реструктуризацию. Провели реструктуризацию. Но денег ему не дали. А без денег править страной невозможно. Ну, сколько ни колоти людей, с этими они не будут. Даже если 10 раз ударить по животу, то ощущение полного желудка у тебя не появится. Поэтому, если ты не найдешь способа как-то решить главный вопрос, вопрос питания, ну, в широком смысле, если на голодать там не будут, вопрос питания в широком смысле слова. Поддержание уровня штанов. Вот если ты решишь проблему поддержания уровня штанов, то ты будешь править. Но для этого тебе надо продавать, продавать, продавать. На Запад ты ничего продавать не можешь. Никто у тебя ничего не купил. Значит, ты можешь продавать или в России, или в Китае. Ну, может, арабы какие-то купить. Продавать как можно больше и как можно быстрее. Соответственно, как можно дешевле. Побросы в цену. Но там особо продавать-то нечего. Там таких вкусных кусков, как я понимаю, если распродать. Ну, на несколько лет, может, и хватит, а на больше нет. Менять экономическую модель, то есть провести приватизацию не в карман тим чем-то, а для своего населения, отказаться от колхозного строя. Этого он сделать не может. Почему не может? Потому что такая приватизация сразу приведет, естественно, к обвалу уровня жизни. А обвал уровня жизни, при том, как к нему народ относится, ну, это катастрофа. Тогда без всякой Тихановской, без ее дурацких призывов, начнется реальная всеобщая забастовка, его просто сметут. Поэтому он должен заниматься собесом, должен держать народ на игле какой-то халявы. Да, деньжат для нее очень даже мало. Ну, поэтому вывод простой, сможет распродать все, что может. И держать народ на халяве, на год хватит, а там видно будет. Не сможет. Ну, а предательство элит или какие-то еще варианты развития ситуации возможны в Беларуси? Ну, предательство элит, вы имеете в виду военно-полицейский переворот. Ну, что-то такое, да, когда сами же его соратники поймут, что как бы им подумают о себе, что называется. Да, они и думают о себе. О ком им думать? О Лукашенко? О Коле? О Коле они не думают. О Коле пусть думает учитель в школе, который этого Колю тут был учен. Они о себе и думают. И думают, я думаю, они простую вещь, что пока батька в силах, начнешь шебуршиться, он тебе секир башка сделает. То есть Лукашенко надо чуть-чуть ослабеть еще, и потом это возможно, типа такого. Ну, если он морально ослабеет, еще будет исполнять балет «Красный Мак» с игрушечным автоматом почаще, то допрыгается до переворота. Ну, опять же, понимаете, переворот. Ну, перевернут они его. Что дальше-то? Они же оказываются в том же положении. Перевернув его, они просто сядут на его проблемы. Ну, да. Что делать? Вот вы сбросили Лукашенко. Что дальше? Первое. Тут же, мгновенно, его противники, которые по тюрьмам сидят, и которые тут же из тюрьмы, естественно, выйдут, начнут вас же валить. Настоящие выборы и так далее, и так далее. Революция начнет пожирать своих сынов. Ну, своих отцов, я бы сказал. Если военные устроят переворот, то долго они не усиливают. Второе. Проблема страны. Опять же, как ее решать? Ну, нет в Белоруссии вариантов безболезненного прыжка через колхозное поле. Лукашенко посадил он 26 лет, надо отдать ему должное. Он очень талантливо, 26 лет, доит Россию. Дояр выдающийся. Выдоил из этой несчастной России, говорят, 100 миллиардов долларов, не заплатив ничем, кроме рассказов о том, что он славянский брат и спасает Россию от танковых дивизий НАТО. То есть просто вот вынул из кармана 100 миллиардов, положил себе в карман. Ну, не себе, а государство. Ну вот, значит, это кончилось. Халява закончилась. Ее нет, ее больше не будет никогда. Значит, надо проводить приватизацию. Значит, надо резко понижать и без того отметь мне такой высокий уровень жизни. Понравится это народу? Нет, народу это совсем не понравится. Вот проблема любого нового белорусского властителя. Ну, конечно, какие-то генералы могут поехать в Москву и сказать, Владимир Владимирович, мы убьем, скинем, выгоним этого таракана. Но жрать-то нам что-то надо. Ну, возьмите вы нас, дураков, свою великую, могучую Россию но на это Владимир Владимирович, который тоже не в блестящей психологической и физической форме, по-видимому, ответит простую вещь. А не пошли бы вы, друзья мои, назад лесом? Нет денег в России, нет. Не нужна нам Белоруссия. Не нужна ни в каком качестве. Не хочу я еще 10 миллионов себе, наши 15 миллионов, на свою трубу сажать. Труба худая. У нас ковид. У вас-то его нет в Белоруссии, а у нас в России он есть. 2 миллиона заболеет сквозь. 50 тысяч трупов. Но трупов кормить не надо, а живых-то надо. Экономика в паршивом состоянии. Бюджет России дефицитный. Мы бюджет режем. И не какие-нибудь там бессмысленные расходы на науку. А режем мы военные расходы. Если я военные расходы режу, я вас к себе на шею посажу. Вы мне нужны. Зачем вы мне нужны? Для чего вы мне нужны? На кой черт вы мне сдались? Вы что думаете, что присоединение Белоруссии вызовет восторг в русском народе? Крым-2 не вызовет. Никакого восторга. Очень маленькой части чокнувшихся славянофилов вызовет. Но нынче не времена Достоевского и не времена Данилевского. Этих славянофилов полтора человека. А у остальных это не вызовет ничего, кроме раздражения. Нам самим не хватает, а мы еще будем себя на шею чужие досаживать. Да, ну вообще есть ощущение, что весь этот славянофильский тренд и весь этот тренд русского мира, он как-то постепенно уходит и уходит. Неотвратимо. Да там уходить нечем. Это была выдумка, умственная, головная выдумка бездарных политтехнологов, которые сами же придумать ничего не могут. Бросились, открыли книжки Данилевского и стали их листать. И сделали для себя открытие из 19 века. Последнее свежее открытие из 19 века. Есть у меня одна большая хорошая новость и одна маленькая не очень хорошая. Большая, хорошая. Нас уже почти миллион человек. В сентябре 2020 года число зрителей АРУ-ТВ перевалило через отметку 900 тысяч. Это, конечно, очень здорово, очень почетно. Мы рады и гордимся. Новость чуть похожей заключается в том, что многие наши зрители жалуются, что не получают оповещения о новых видеороликах, о наших новых партизанских сюжетах. Вы можете спокойно решить эту проблему сами, без помощи со стороны дяди, деда и даже старца. Для этого вам надо подписаться, просто-напросто взять и подписаться на канал АРУ-ТВ. И тогда у вас в углу экрана появится такой колокольчик. И этот колокольчик будет звонить всякий раз, когда мы будем предлагать вам новое видео. А технически это делается очень просто. Увидите колокольчик, нажмите на колокольчик. То есть ударьте в колокол, я бы так сказал, как Герцен с Огаревым. И если вы ударите в колокол, то получите все уведомления о новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.